На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Алена Савченко завоевала золотую медаль по фигурному катанию для Германии. А вот наша сборная пока без наград. Под чужими флагами выступают многие спортсмены из Украины. Почему профессионалы уезжают из страны? Разбирались наши корреспонденты. Когда-то украинка, а теперь гражданка Германии завоевала золото на Олимпиаде. Выступление блестящее. Алена Савченко и Бруно Массо получили рекордные баллы за произвольную программу. Я думаю, что это был лучший прокат за всю мою жизнь. Это фантастическое ощущение. Больше всего я боялась потерять концентрацию. Воспитанница киевской школы много лет тренировалась на катке Льдинка. Девочка каждый день добиралась на тренировки из Обухова за 45 километров. На Олимпиаде в 2002-м она выступила вместе со Станиславом Морозовым и стала лишь 15-й. Дуэт распался. Савченко нашла другого партнера в Германии. Через три года фигуристка получила немецкий паспорт. У нас катки закрывались. У нас количество льда очень маленькое было. Финансирование тоже очень ограничено. То есть мы не могли привести ей партнера и обеспечить его здесь материально. Тем временем украинские спортсмены пока без единой медали. А в парном фигурном катании нашу страну вообще никто не представлял. Льда катастрофически не хватает даже для сборной, говорит Марина Амирханова, старший тренер. Под ее руководством тренируются лучшие. Но одного катка на весь Киев не хватает. В стране нет ни одной тренировочной базы для фигуристов. Воспитывать чемпионов государству не за что. Поэтому и перспектив завоевать призовые места на Олимпийских играх практически нет. Нужны катки. И не один каток. Нужны в разных регионах катки. И, наверное, очень стыдно, что в городе Киеве нет такой базы. Алена Савченко далеко не первая спортсменка, которая сменила гражданство. Фигурист Алексей Быченко еще 8 лет назад выступал за Украину. Затем переехал в Израиль. На Олимпиаде в Корее бывший украинец стал обладателем серебряной медали. Мы ставим хорошую очень базу спортивную. И дальше на этой базе и за Израиль, и за Канаду, Америку, на этой базе спортсмены добиваются отличных успехов. Тем временем чиновники просто разводят руками. Украина вообще не зимняя страна, написал министр спорта Игорь Жданов на своей странице в фейсбуке еще до открытия Олимпиады. Поэтому медалей как не было, так и не будет. С чиновниками не согласны лишь спортсмены. Настя Архипова чемпионка Украины. Ей лишь 13. Девочка готовится представлять нашу страну на следующей зимней Олимпиаде. Это уже не просто мой хобби, это моя жизнь. То есть я уже без фигурного катания вообще не могу жить. Это как мой воздух. Аналогичная ситуация и в других видах спорта. За годы независимости наши спортсмены завоевали 67 наград. В том числе 11 олимпийских медалей, но для других стран. Данил Снисер, Наталья Шумакова, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер.